Привет, меня зовут Юлия Вернир, и сегодня мы поговорим с вами о такой теме, как интеграционные курсы. В этом нет вашей вины, если вы на интеграционных курсах не заговорили, еще не заговорили на достаточно хорошем уровне, или вообще, в принципе, правильно, если вы не заговорили, проблема не в вас, проблема в системе. И если проблема не в вас, а в системе, значит, эту проблему может решить другая школа. Сейчас я буду вам давать советы, моя цель этого видео сейчас заключается в том, чтобы дать вам максимально действующие советы, чтобы вы самостоятельно смогли помочь себе решить эту проблему. Итак, совет номер один. Что необходимо делать? Прежде чем я начну, также небольшое вступление. Смотрите, к нам приходят ребята и говорят, мне необходимо больше разговаривать, то есть у меня недостаточно хорошо развит разговорный язык, и они думают, что им нужно разговаривать, как можно больше разговаривать с носителем. Но это небольшое заблуждение. Почему? Потому что вы не можете разговаривать с носителем, если у вас нет базы, то есть если вы не понимаете, как строить предложение, как складывать друг с другом все слова в предложении, как строится вопросительное предложение, утвердительное предложение, основы, то есть местоимения, предлоги, прошедшее время, то есть элементарные вещи. Если вы их не знаете, либо если вы их неправильно научили, то вам не нужно разговаривать с носителем и тренировать то, что неправильно уже было научено, то есть закреплять неправильно наученное. Сначала нужно все это либо натренировать, то есть либо пройти эти правила, либо переучить и показать вам, как, то есть как нужно правильно строить предложение, как нужно использовать глаголы, что такое возвратные местоимения и так далее. То есть вот это база основная, которую вам нужно посадить. Это очень важно. Чуть попозже я скажу, где вы все это можете взять. Смотрите, следующая вещь. Если вы все это знаете, есть ребята, которые все это знают, но они это не используют. Правила нужно тренировать, нужно использовать в речи. Ну, вы это, в принципе, и так понимаете. Но, к сожалению, почему-то не используете. К нам, например, также приходят ученики, они знают все правила. Я начинаю с ними разговаривать, но они не используют эти правила. И я говорю, я сижу и думаю, сразу, если приходит ученик, я сразу думаю, так, если он неправильно говорит, первая вещь, либо он не знает это правило, либо он его знает и не применяет. То есть я уже знаю, что есть такая ситуация, он знает это правило отлично, но он просто его не применяет, и он уже привык говорить и не применять. И тогда мы начинаем учить его применять правила. То есть я говорю всем нашим преподавателям, Если у вас есть такие ученики, которые не применяют правила, прям тормозите их и говорите, нет, давай правила применяй, мы прям заставляем на занятиях применять правила, то есть и ребятам объясняем, ребят, это очень важно, это временная мера, представьте, услышьте меня сейчас, это временная мера, если вы сейчас остановитесь, подумаете, примените правила, это войдет в привычку, и потом вы будете правильно говорить всегда. Да, дело в том, что когда вы неправильно отвечаете, вы же тренируете это, понимаете, это не в ваших интересах. Здесь есть такой момент психологический у многих людей, возможно, не у каждого, но у многих, у меня это тоже было, мне почему-то было стыдно за то, что я не говорю сразу идеально на немецком языке, и в университете, даже в университете, хотя я проходила C1, C2, все равно язык это не язык носителя, когда ты быстро так учишь язык, ты потом приходишь на юридический факультет, все равно некоторые вещи ты не можешь сказать так, как говорит носитель. И мне было так стыдно, и это меня тормозило очень часто, пока я не поняла одну вещь. В Германии немцы, они очень хорошо относятся к людям, которые учат их родной язык. И каждый раз, когда с вами разговаривает немец, держите в голове, что он рад тому, что вы стараетесь, он подождёт, пока вы правильно ему ответите, ничего страшного. У вас должны быть такие мысли в голове. И если вы будете так думать, то вам, конечно, будет проще остановиться, подумать, сказать немцу правильно, и если вы так сделаете, он ведь и вас лучше поймёт. Разговоры с немцем или с немкой. Но это не каждый разговор, а это разговор, к которому вы целенаправленно готовились. Почему это важно, чтобы это были целенаправленные разговоры, к которым вы готовились? Смотрите, вы наверняка когда-нибудь слышали, или, возможно, у вас есть кто-то из знакомых, кто приехал в Германию, вышел замуж за немца или женился... Нет, наоборот. Вышел замуж за... Женился на... Короче, вы меня поняли, да? То есть живёт с немцем или с немкой. Вот, и... Смешно получилось. Оставим это. Это делает нашу жизнь немножко веселее. Вот. И, в общем, они живут очень много лет, но они не разговаривают до сих пор. То есть на нормальном уровне не не разговаривают. Они делают большое количество ошибок. Почему так происходит? Так происходит, потому что, как я уже сказала, у них нет основ, то есть нет базы грамматической, то есть они неправильно строят предложение, они либо они её знают, но не используют, и уже привыкли неправильно говорить, уже привыкли говорить с ошибками. И они, например, поговорили здесь кусок, здесь, потом на эту тему поговорили, забыли, здесь куски нахватали, здесь. То есть и это не работает. Вы же видите, они живут, например, много лет. Я вам скажу честно, есть даже такие. У нас есть знакомые, которые и 20 лет живут. Но они... Есть у нас знакомый мужчина, он немец, и жена у него, она из Филиппин. И она живёт уже 20 лет с ним, и она плохо разговаривает по-немецки. То есть она делает такую кучу ошибок, и на самом деле таких пар очень много. И смотрите, о чём это говорит? Это говорит о том, что не факт, что вы, как вот дети, которые приезжают в Германию, они быстро, например, хватают этот язык, начинают разговаривать. То есть взрослые, здесь ситуация чуть-чуть другая. Здесь всё-таки нужно осмысленное изучение немецкого языка. Здесь вам обязательно нужна грамматика и конкретные разговоры с немцами, к которым вы заранее готовитесь. То есть если вы уже посадили определённую базу, и если у вас... Вы применяете уже правила, вам необходимо брать конкретные темы, какие-то конкретные темы, и на основе вот этой базы, которую вы знаете, то есть вам не нужно строить суперсложные предложения, это вообще не нужно. Вам нужно, беря вот эту грамматику, несложную, строить на основании этой грамматики предложения и подготавливаться. Например, если вы идёте в банк, конкретно готовьтесь, готовитесь по этой теме и идёте разговариваете в банк. Например, подготовились по конкретной какой-то теме, идти в ресторан, идёте и разговариваете в ресторан. Прошло какое-то время, вернулись, повторили, еще раз пошли в банк. Прошло время, повторили про ресторан, еще раз пошли в ресторан. То есть это важно. Вот такие именно разговоры, вот такие разговоры вам очень помогут. В свое время, когда я изучала немецкий язык, это мне настолько классно помогло. У меня не было немецкоговорящих друзей, и где-то это было на уровень от свай-цвай. Я потихонечку начала учить, начала подготавливаться к разговорам с немцами и искать друзей немцев. И я брала прям конкретную тему, готовилась и думала, так, о чем мы сегодня будем говорить? Окей, мне нравится там заниматься танцами, спортом, а ну-ка сейчас я подготовлю эту тему, пойду. Я, например, подготовила тему, пошла с ребятами, познакомилась, об этом поговорила. Пошла с другими, познакомилась, то же самое обговорила. И какие-то уже конкретные темы были, на которые я могла разговаривать. И так я нашла себе друзей немецкоговорящих очень быстро. То есть вы должны понимать, что это должны быть какие-то конкретные темы. И когда я подготавливалась по этим темам, я брала, например, темы про спорт, про танцы уровня от свай-цвай. То есть я знала, как строить правильно предложение, чтобы немец меня понял, как задать вопрос, чтобы он меня понял. То есть у вас должна быть конкретная подготовка, правильная подготовка. И это очень важно. То есть вот эти три пункта, которые я называла. Первое – это посадить основы. Кстати, если вы, например, до сих пор не знаете правил, и вы посадите эти основы, вы поймете, у вас на интеграционных курсах просто глаза откроются. Потом второе – вам необходимо не просто их знать, вам необходимо их применять. И третье – вам необходимо готовиться к разговорам с носителем. Друзья, где все это брать? Вам необходимо взять один курс, основной, базовый. У нас, например, это А1, 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 ЦВай. Практически весь А1 мы выложили в свободный доступ. И вам нужно с самого первого урока и до последнего урока полностью урок за уроком пройти. Потому что все уроки, они выстроены систематично. И вам нужно не прыгать с темы на тему, а именно пройти урок за уроком. Пройти все правила и применять эти правила. Как раз таки для того, чтобы применять правила, у нас есть такие упражнения, как разговорный тренажер. Там вы и учитесь применять эти правила. Если вы хотите, у нас можно приобрести этот курс, он стоит недорого. И там, в этом курсе, есть огромное количество также упражнений. И я, конечно, все-таки посоветовала бы пройти, чтобы посадить основную базу. Это курс А1, А1 и А1, ЦВай. Возьмем на примере нашего курса А1, А1, ЦВай. Вы, когда прошли эти два курса, вся основная база у вас в голове будет сидеть. Это первое. То есть правила вы знаете. Следующее, что необходимо сделать, это их применять. То есть вам необходимо именно прорешать все упражнения. У нас в курсе достаточно много упражнений. Необходимо все их прорешать и сделать упражнение разговорный тренажер. После того, как вы это сделали, например, у нас есть курс разговорный к уровню А1, А1, ЦВай. Диалоги к нему также у нас в бесплатном доступе. И вы берете именно эти диалоги. В них содержится только грамматика уровня А1, 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 ЦВай. И по этим диалогам вы подготавливаетесь к разговору с носителями. И, друзья, таким образом вы посадите себе всю самую основную, все самые основы и грамматические, и лексическую основу. И, конечно же, обучение на интеграционных курсах вам будет даваться намного легче. То есть вы должны понимать. Еще раз давайте подведем итог и скажем, что вам сложно заниматься на интеграционных курсах, потому что вы не знаете основ, вы не знаете основных базовых правил, вы не знаете, как функционирует язык. А самые основы – это хотя бы А1, 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 ЦВай необходимо пройти. Следующее – вы очень часто неправильно учите, вы не тренируете, не применяете правила, не прорешиваете упражнения. Все это необходимо делать, и необходимо учить от урока к уроку. Кстати, у нас есть видео, я записывала, я не знаю, выложили мы это видео или нет, если нет, то в ближайшее время мы его выложим, как можно быстро выучить немецкий язык. И я там именно рассказываю, как правильно учить. Это очень полезное видео, посмотрите. Особенно те, у кого не получается учиться, и он не понимает, я сижу, вроде занимаюсь часами, но результата нет. Вот посмотрите это видео. Там я рассказываю, как именно необходимо учить, как я сама занималась на юридическом факультете, чтобы быстро так сдать все экзамены. Вот, это второй момент. И третий момент – это разговоры с носителем. Разговоры с носителем уже тогда, когда у вас есть основная база, чтобы вы тренировали не свои ошибки и непонятно что, а чтобы вы целенаправленно, правильно тренировались говорить. Друзья, занимайтесь, я желаю вам успехов, и пишите свои комментарии, и если вас еще какие-то интересуют темы, то пишите нам, мы снимем вам видео, и я надеюсь, что это видео было вам полезно, а мы с вами увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok